Перенесены на 8 червяня с задренного надворья парад колясок в Бресте отбылся. 35 удельников и о Мальдиве сотни у якости группы поддержки. На святе в парке 1 мая поприсутничали и наши корреспонденты. Другие по лику, этот парад колясок стал не меньше ярким за минулогодние. Пиратам и принцам не до махинаций и державных справ. Для их главное не сгубить соску и не проспать свято. А у принца сражаются зубки, тому притремливаться манер не так и просто. Але у большинства своей малыши не подводили батьков, хоть было и не просто усадеть у спеку, навод у таких вот креативных колясках. Что ж, до креатива, то это все сделано своими руками, навод вот этот смоуш. Где-то полторы недели я делала, в общем, все это дело. Сделано из картона, много газет, клей ПВА, туалетная бумага, ткань, поролон. А вот семья Ненадавец перетворила свою коляску, ухудку и неоткладную допомогу. У якости старшего медбрата их молодший сын Артем. Вообще, на самом деле, к медицине мы никакого отношения не имеем, но просто мы, ух, какие скорые на помощь. А у семьи Бялинских особистая кухня на колах, где у великой кастрюли под назвой борщ разместились два перчика, Паша и Богдан. Инициятором взять в дел у конкурса стал тата, тому ему и отвели роль у шеф-повара. Все со своими детками пришли, общий праздник, все любят детей, всем все здорово, все классно. Себя показать, на других посмотреть. Ну, чтобы другие видели, что тоже можно жить не просто так в четырех сынах, а в чем-то участвовать. А вот и переможцы семья Касьяник. Над этим шедевром працавала целая творчая бригада. Мама, тата и хроссный батька Яуген, до речи, Мастак-дизайнер. И он и пропоновал створить коляску Аньола-Заховальника. Мы сегодня олицетворяем три страны – Россию, Украину и Беларусь. И мы хотим, чтобы показать своей композиции, своей постановкой, что в войне и во всех взрослых разборках страдают дети. И мы хотим, чтобы этого не было. Идея проведения таких свят у Бреста народилась еще в минулом году, когда парад был проведен и у Першиню. По коль же во всей Беларуси только два города подтримливают свята у таким формате – Брест и Минск. Совершенно случайно совпало, но зарегистрировалось ровно 35 экипажей, как и в прошлом году. Но в том году эта цифра совпала с юбилеем Ленинского района. Она была такая символическая. Сегодня в том же русле опять же 35. Сегодня Бреста займает Украине другое место по народжальности. А это значит, что у нас есть все шансы сделать этот конкурс наибольшь отметным. Тому варто уже сегодня начать працовать над створением новых шедевров до наступного свята.